Всем привет! Снова Глебский и снова здравствуйте! Сегодня я буду себе готовить пирог с айвами. Это простой пирог, поэтому набор продуктов довольно небольшой. Пшеничная мука, сахар, потом вот такая вот классная айва у меня сегодня, сливочное масло, лимоны, соль и можно начинать готовить. Первым делом берем примерно 2 трети пачки масла, нарезаем на кубики и отправляем в холодильник. Берем миску, просеиваем в нее 1 стакан и 1 столовую ложку муки. Туда же 1 столовую ложку сахара и 1 чайную ложку соли. А еще где-то треть стакана реально холодной воды, можно даже поставить в холодильник. Получившееся таким образом тесто надо накрыть пленкой и поставить в холодильник. Пока тесто отстаивается в холодильнике, берем вот такую вот кастрюлю и ставим в ней нагреваться примерно 2,5 литра воды. Берем айву, очищаем от шкурки. Это можно сделать ножом, но удобнее воспользоваться вот такой вот картофелечисткой. Потом айву надо разделить пополам, вырезать хвостики и семечки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Берем уже знакомую нам картофелечистку и срезаем цедру половины лимона. И отправляем эти полоски цедры в кастрюлю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Берем вот эти два лимона, делим каждый пополам и сок трех половинок лимона выдавливаем в кастрюлю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добавляем в воду один стакан сахара. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Накрываем крышкой, доводим до кипения и на малом огне кипятим примерно 8 минут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Разогреваем духовку до температуры 190 градусов. Берем вот такой вот сотейник, высыпаем в него где-то половину или даже две трети стакана сахара, добавляем щепотку соли и держим в духовке до момента, пока сахар не начнет темнеть и плавится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот этот вот плавящийся сахар теперь надо перемешать с одной или даже лучше с двумя столовыми ложками, с ложками сливочного масла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Берем оставшуюся вот эту вот половину лимона, выдавливаем из нее сок и поливаем им айву. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Достаем тесто из холодильника, посыпаем стол мукой и раскатываем его в блин диаметром чуть больше, чем диаметр сотейника. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Разогреваем духовку до температуры 190 градусов. И отправляем пирог запекаться на 45 минут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кстати, кроме пирога еще остается замечательный компот из айвы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и, как обычно, осталось попробовать, что же такое я себе сегодня приготовил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рассказываю. Ну, во-первых, чтобы я сделал иначе, наверное, я бы все-таки немножко больше подержал в духовке. Там минут 55 все-таки, или даже час, а не 45. Так, тоже хорошо, он пропекся, все нормально, но вот если бы он был бы чуть-чуть как-то уже так посуше, чуть-чуть поджаристее, было бы, наверное, еще вкуснее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такая вот кислинка очень интересная, очень сочный пирог, запивать не обязательно, потому что действительно очень сочный и, в принципе, очень вкусно. Если вам понравился пирог с айвой, который я сегодня себе приготовил, то ставьте лайки, нажимайте на кнопку подписаться. А на сегодня новостей больше нет. Всем большое спасибо. Пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА